Ну чё, здорово! В этом ролике по Аризоне я найду рандомного новичка и дам ему 2 миллиарда вертов и ровно 10 минут, чтобы их успеть потратить. Если же он укладывается во время, все эти средства остаются у него. Если нет, он обязан будет вернуть всё обратно. Как только он от меня получит эту сумму на руки, начинается отсчёт времени. И будут всего лишь два простых условия. Это будет запрещено обменивать верты на закоины у бота и тратить их на фишки в казино. Всё остальное будет допущено. Поэтому, как их потратить, выбор будет в любом случае лежать на нём. Ну и не будем тянуть. Желаю тебе приятного просмотра. Полетели! Ну чё, благотворительный фонд Орнесса на связи. Давайте вписываем GPS. Я хочу найти здесь что-то связанное с новичками. Будь это ферма, будь это завод или ещё какие-то есть стартовые локации для новичков. Давайте допустим фермерское предприятие ферма. Здесь же вообще полнейшие новички. Это прям ферма для тех, кто только что зарегистрировался. Так, я думаю, не очень интересно будет. Так, я уже подбегаю и тут чё-то вообще народу нету. Что они делают? Почему они ползают на карачках? Так, два человека здесь. Есть какой-то 593-й. У него 11-й уровень, что является новичком. Но у него есть Титанка, ни хрена себе. Ну и в принципе, больше ничего у него нету. 35 лямов завалялось. И есть ещё 488-й. У 488-го 24-й уровень. Премиум. Блин, откуда они на таких уровнях уже премки Титанки имеют? Пацаны, выберите число. 593 или 488. Срочно! Так, что же сейчас выберут пацаны? 488 выбрал. Это как раз таки у нас терапевт. Один дал голос за 488-го, другой за 593-го. И я ещё сказал ещё один голос какой-то. Третий, чтобы заключающий был. И в итоге это 593. Так, ну получается Стасик всё-таки. Как раз таки у него и аккаунт победнее будет, да? Статус Титанка, 11-й уровень. И он реальный фермер. Вот взял в аренду походу суперкирку. Да инвентарь у него, слушайте, такой тоже. Только лён хлопок, лён хлопок. Ну реально, короче, зарабатывает на ферме. Тэпнем его в АЗ-зону. Здорово. Чё, работаем? Не бот? Не. Ну ладно. Смотри, тебе выпал шанс на миллион. Я тебе даю сейчас 2 миллиарда вертов. И ты должен будешь успеть их потратить за 10 минут. Если не успеваешь, обратно всё отдаёшь. Если успел, они твои. Выгодное предложение. Я новенький и не шарю, что можно так быстро купить. Но в этом и прикол. Можно всё, кроме казино и обмена за коином делать. То, что перечислил, запрещено. Приступаем? Бля, ну давай. Не, ну не хочешь, не будем. Другого найду. А то как будто, блин, одолжение мне делает. Да, говорит, обратно на ферму его. Вообще без проблем. Бывает и такое, прикиньте. Ну вот, это между кем бы выбор дал. Не бот. То же самое ему зададим на всех случаев. Смотри, тебе выпал шанс на миллион. Ого. Вот, и тут хотя бы эмоции уже какие-то. Окей, говорит. Ну всё. Успею, думаю. Так, трет, 488. Это у нас, короче, фермер по совместительству врач. Или врач по совместительству фермер. Короче, вы поняли. У меня как раз 2 миллиарда есть. Так, 1 миллиард готов. Так, и сейчас второй миллиард ему передаём. Всё, ещё передаём ему 999 миллионов. Итого у него 2 лярда. Сейчас на халяву пришли, можно сказать. Теперь мы его выкидываем в какую-нибудь с вами локацию. Ну, допустим, где-нибудь середина карты. Давайте вот здесь вот будет. Так, всё, у него машина какая-то есть. Давайте посмотрим, что это за тачка. Ошалей. Это что, Скорпион? Это запремку, которую дают бесплатно. Всё, засекаем время. Он садится в свой вертолёт. Вертолёт. Сейчас будет нервничать, наверное. Но в этом и есть прикол. То есть давать на время. Потому что если без времени, он будет тянуть, не спеша, обдумывать каждый шаг. Может вообще перенесёт. Через недельку там на Вайсити слетает, встанет с куб. Ну, короче, я думаю, все прекрасно понимают, что из этого получится. И он, кстати, уже оказывается в Лос-Антосе. Всё, отсчёт времени пошёл. На экране появился таймер. 10 минут. Всё, у меня на телефоне тоже таймер пошёл. И через 10 минут, уже через 9.50, прозвенит звоночек. И, значит, мы будем смотреть, успел он их потратить, либо же нет. А если ты хочешь быть в курсе всех новостей по моему каналу и моей личной жизни, где я выкладываю различный лайв-формат, свои тренировки, оповещая о роликах, стримах и так далее, то, конечно же, я жду тебя в своём телеграм-канале. Ссылочка находится сейчас на твоём экране и также под роликом. Залетай в наши братские круги. И также буду ждать тебя в своём инстаграме. Туда я тоже часто заливаю различные истории и посты. Да, у него с комиссией пришло аж на 60 миллионов меньше, что ли. Так он прилетел сразу же первым делом на центральный рынок. Ну, куда же ещё, конечно. Хотя можно было бы попробовать на автобазар. Но не факт, что там были бы такие дорогие машины. Хотя тачек прикупить тоже можно. Может, он и успеет. Не знаю, у него в запасе ещё, грубо говоря, 9 минут. Я ему сказал, что запрещено обменивать верты на донат у бота. Потому что это изи просто перевести все верты в азакоины. И также покупать фишки для казино. Всё остальное разрешено. Сейчас будем смотреть, как будет меняться его баланс. А вот он начал тратить, да. 2 миллиарда за 10 минут. Я думаю, что вообще при должном опыте можно даже эти деньги не то что успеть потратить за 10 минут, а можно потратить их с умом постараться. Ну, в общем, кого вообще ебёт? Чем сложнее, тем интереснее. Так, 4 ляма он уже потратил. Кстати, что у него вообще в инвентаре там было? Трудовая книжка. Ну, работяга. Ключ к перемещению 2016. Криминальный кодекс. Зачем врачам криминальный кодекс? Лицензия, рюкзак сейф. Короче, у него тут, в принципе, вообще, я вам скажу, вертами он не богат. Да, у него паксиком вообще тут особо ничего нету. О, он уже потратил 200 мультов. Неплохо. И у него ещё остаётся 7 минут. Несмотря на то, что у него премиум випка, у него вообще вертов нету. Возможно, этот тип просто работал, я не знаю, сколько там, месяц, два, три, четыре, полгода, чтобы чисто наформить на премиум. Может, это была его мечта. Мне кажется, он всякую хрень скупает, нет? Мы потом это всё с вами чекнем. В общем, пока что у него убавилось 200 лямов. 250 даже, если быть точнее. Напомню, если он же не успеет ложиться во время, он должен будет вернуть всю оставшуюся сумму денег и всё то, что он успел купить на эти деньги. Не, ну прогресс растёт, прогресс растёт. Да, у него 1 миллиард 400 остаётся. Я хочу, чтобы он успел, если честно. Ну, реально, от души хочу, чтобы успел, но он для этого должен постараться. То есть, он должен доказать, что ему нужны эти верты. Может быть, вообще, когда-нибудь в следующие разы мы с вами будем звать в Дискорд. Может быть, так ещё будет эпичнее. Если вы за, то без проблем. Напишите в комментариях, поддержите лайком, я это увижу, услышу и сделаем. Да, 1 миллиард 200 у него остаётся. У него ещё в запасе 5 минут и 40 секунд. То есть, половина времени сейчас только пройдёт скоро. Капец. Чё он там накупает вообще? Чё у него добавилось? Граффити, камера, пин-бой. Он просто, короче, да, праздничный шарик какой-то. Что это такое вообще? Я первый раз, наверное, вообще вижу и слышу такие названия. Да, он, походу, просто всё подряд бедолага покупает. Ну, а чё ему ещё остаётся делать? Ну, я бы на его месте поехал, наверное, ещё и попробовать успеть на автобазар. Потому что ещё в ровно 5 минут остаётся у него. У тебя ещё 5 минут. Ну, давайте ему курсанём. Может, он надумает всё-таки на автобазар съездить. Блин, какую тачку дорогую взять? Бугатти болит, я не знаю, там. У него поллярда остаётся. Он только что полтора лярда втоптал. Я ему дал небольшую подсказку, что он мог успеть на АБ. Ну, ладно, не буду лезть, это его право. Может, он не хочет рисковать. 400 миллионов остаётся. Ну, конечно, просто обидно, что не купит себе какую-нибудь чёткую точилу. А чтобы её купить потом, это надо ему сначала всё продавать же, правильно? То, что он накупил. И то, может, он покупает всё по оверупрайсу. Я даже не знаю. В какой-то степени, да, конечно, он сейчас обогатится и неплохо. То есть, он станет там, ну, грубо говоря, начинающим миллиардером. Так, что, он всё-таки решил на АБ, что ли, поехать? У него 194 миллиона остаётся. А нет, он просто бежит на другую сторону лавок, походу. А, у него инвентарь кончился. О, вот это прикол. Ну, конечно, 2 миллиарда на мусор потратить. Но я вот даже не могу понять, что он там понакупал. Следующая страница. Краситель. Ой, б***ь. Итак, рецепт адреналина. Это у него всё было или он это купил? Папк. Женщина. Переносной варёк. Любовный смайлик. Что это за ноунеймовские общие акции? Грустный пепе. Турбокомпрессор. Я ни одного ни нимба, ни шарика ещё пока не увидел. Ничего такого. У него остаётся 2 минуты. Блин, даже если он не успеет, я не хочу обратно это всё брать. Это просто смерть. Это смертный приговор. Я надеюсь, он успеет. У него 2 минуты. Попугай на плечо. Нет, по-любому, да, здесь, если это всё продать, будет много миллионов. Всё, он успел. Да, у него 2 миллиона осталось. А ещё минута времени остаётся. Минута 20. Всё, таймер ставим-то на стоп. Он уложился за 8,5 минут, грубо говоря. Ну, чё я могу сказать? Красава, успел. Да, да, да. Ура! Это всё остаётся у тебя. Лучший админ. Блин, ну у этого человека хотя бы желание было их потратить, а эмоции какие-то хотя бы. А-а-а, говорит. Так, вот это панаму он что ли купил? Скин какой-то. А, вот чё-то какая-то хрень у него за спиной. Так, скин джинкс. Блин, мне кажется, или он просто скупил хрень и на 2 миллиарда. Ну-ка, знатоки, напишите. Это что такое? Молот, спин? Ну это хотя бы стоит каких-то денег? Крылья вроде, да, стоят денег, я знаю. Короче, у него миллиард скинов теперь просто. Как же он замучается это всё продавать? Ну если по дешёвке, то может и быстро будет. Короче, ни одного шарика даже, да, магического нету. Марвел лаксов тоже что ли нету? Не было, блин. Я понял. Можно было через объяву попробовать, либо же на АБ. Почему не поехал? Боялся, что времени не хватит. Ну ладно уже. Всё, поздравляю тебя, удачи. Это всё продать, в том числе. Спасибо. Фуф, я даже не знаю. С одной стороны, нужно за него порадоваться, а с другой стороны, думаешь, можно и посочувствовать. Но всё равно, радость больше перевешивает, я думаю. А так, ни хрена себе, 2 миллиарда просто упали с неба. В общем, надеюсь ролик тебе понравился. Если хочешь больше подобных, то просто возьми, смело нажми на лайк. Также подпишись на мой канал, чтобы ничего не пропустить. И я тебе на экран сейчас вывожу 2 видосика, которые ты ещё не видел. Переходи, смотри, а я тебя обнял, приподнял, поставил на место. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok